Я встала сегодня в два ночи. Я собираю весь. У меня самолет через три часа. А я еще не собралась до конца. Мне вчера было очень лень. Пахнешь как незабываемый движ. Скажу, какой косметикой я пользуюсь для волос. Это маска Орибе. Это шампунь Орибе. Это обычный кондиционер Морок и Нойл. Шампунь Морок и Нойл. И маска Морок и Нойл. Я периодически мешаю их. Ну, то есть мешаю, меняю. Пользуюсь этим, потом этим, чтобы волосы не привыкали и был крутой эффект. Так что я советую и это, и это. Посмотрите, пожалуйста, сколько мусора. Остатки, какие-то еды и так далее. Куча мусора. Я оставила все максимально чистым. Буду скучать по этому креслу. Тут я снимала все видео. Иду на прощальную прогулку и выносить мусор. Вообще никого нет. Сейчас 6.16. Пришла пройтись, если можно, так сказать, на прощание по Барселоне, потому что я не знаю теперь, когда я сюда вернусь. Все на свете, я не люблю прощаться. Сижу в Старбаксе. Раньше здесь еще год назад была Коста Кофе. Здесь не было Старбакса. Сейчас 7.38. И я жду своего самолета. В этот раз уезжать еще страннее, чем в прошлое, когда я говорила, что я сюда долго не вернусь. У меня есть видео на канале, где год назад я сижу на этом же месте. Но тогда, как я уже сказала, это был Коста Кофе. Это не был Старбакс. И говорю о том, что я устала от Барселоны. Она меня достала. Я тогда сидела и плакала. Я помню, я говорила, как-то устала и как мне плохо. Я не вернусь сюда больше, пока мне не станет хорошо. Если найду, я вставлю этот кусок, потому что у меня доживие. Вообще, я могла жить до конца месяца еще в Барселоне. Честно говоря, хотела вообще-то день рождения свое провести в Барселоне, но не проведу в Барселоне свой день рождения. И чувствую себя очень сейчас подавленно, потому что я здесь со всеми рассорилась. Я когда ехала в такси только что, я снова думала о том, что непонятно, когда я сюда теперь вернусь. Ладно, я еду в хорошее классное тоже место. И там будет, наверное, хорошо. Я буду много работать, буду снимать видео, буду делать все, что я люблю. И есть Кроосанна. Самостоятельность. Я еле подняла эти чемоданы. Они весят килограмм пятьдесят. Ну, окей, килограмм тридцать восемь. Добро пожаловать в Париж. Просто, блин, ничего не понятно. Мне надо пройти к какому-то паркинг-про. Я не понимаю, что такое паркинг-про. Паркинг-про это просто парковка для Uber. Водитель уже рядом. Рядом. Четыре минуты. Очень рядом. Просто близость максимальная у нас. Я уже выпила опероль. Как вы видите, он уже пуст. И сейчас пойдет в силу второй опероль. Потому что у меня что? У тебя депресс на опероль. Нет, у меня депрессия. Номер два пошел. Я хотела рассказать, что в последнее время я приезжаю в Париж чаще, блин, чем куда угодно. У меня уже ощущение, что не Барселона мой дом, а Париж. Я уже приезжаю, я уже знаю, где и куда идти. Не знаю ни одного слова на французском, но я знаю, куда идти надо. Я как хамингуэй сижу в Париже, и начинаю покуривать сигарету и думать о прекрасном. Напишу книгу о любви или песню какую-то там. Я всегда ем одно и то же. Я все съедаю. Просто порция как бы, да? Да, я уехала из Барселоны, чтобы ходить по рынку. Мне всегда в Париже нравились вот эти стулья. Я думала, они приделаны. А потом я поняла, что их можно двигать, как ты хочешь. Мой мир никогда не станет прежним, ребят. В общем, в Париже сейчас такое немного мракобесие. Я люблю такую погоду. Мы идем в кафе в Папсуне. Как обычно говорят, погода чувствует мое настроение. И весь мир, и погода плачет вместе со мной. Видите, Бариш плачет. Он чувствует мою боль. Что ты смотришь? Не, на самом деле, все очень даже весело. Короче, это наша попытка номер два. Мы пришли, там было занято. Мы идем в кафе в Папсуне. И если тут занято, то вот все. Я возвращаюсь в Барселон. Наконец-то мы нашли столик. И Фисунка фоткает, фоткает, фоткает. Я делаю контент-план. Есть фотографии, вы видите, у меня в инстаграме. Не слушайте ее, у меня плохой инстаграм. Плохой, плохой, я шучу. Мой крест в Париже был очень спонтанным. И еще подвечера я как бы не знала до конца, что я была здесь. И я была очень настроена, что так происходит. А потом вот сейчас я как-то что-ли принимаю то, что происходит. То есть, знаете, у меня раньше была такая тема. Я постоянно противовалась к тому, что происходит. Противовалась к переменам и не хотела их принимать. И от того, что я их не принимала и боролась с тем, что от меня не зависит, я постоянно была какая-то очень несчастная. А сейчас, в принципе, я поняла то, что я в Париже. Это неплохо. В Париже быть это классно. Есть кровосады, это весело. Смотрю на дождик. И нет ожиданий, нет разочарований. Ожидание это херня собачья. Ням-ням-ням, как красиво. О-ля-ля. Я решила создать новую диету, а нам нужно создать пиет на круассаны. Все очень просто. Вам надо просто есть круассаны и десерты разные, и пить кофе, и больше ничего не есть. И вы так похудеете, я вам обещаю. Я сегодня делаю опыт, я буду есть сегодня только круассаны, сладости. Так как я француженка, испанка одновременно, еще выпью дизленно. И расскажу, насколько я похудею за этот день. Спасибо. За похудение. Как тебе? Не нравится? Честно говоря, кофе нам на 4 из 6. Вот это, короче, невкусно. Дизлайк. Как выглядит метро в Париже? Просто, блин, корона. Интересненько. Я покупаю билетик. Я хочу... Инглиш. Дочи. Немецкий. День стих фантастич. Тикет уно воле тариф. Дос. Один билетик стоит евро 90. Два билетика 3,80. Дос. День стих фантастичен. День стих. День стих. А мне будут кидать деньги? Ага. Тех, кому мне нужны. Каждая неночится, тех, кому мы сейчас видны. Мы идем к стене любви, чтобы найти свою любовь. Здесь на всех языках мира написаны слова любви. Смотрите, сколько людей хотят найти свою любовь. В общем, наша диета началась. Все, они сказали, что диета на кроссанах должна поддерживаться пешими прогулками в горах. Вау, как красиво! Это любовь! Блин, как мило! В меню есть русская транскрипция. Терин де кампань. Луковый суп. Салат из помидоров. Зеленый салат. Русское меню, ребята! Ну, такое, конечно. Какие красивые ступеньки раскрашены. И мне очень понравилось вот это граффити. Я сейчас иду на элит моду лук. И у меня образ просто полный героиновый шик. Посмотрите. Короче, идем. Пора уходить. Дождливый Париж это отдельный вид любви. Рада, что после жаркой Барселоны я застала реальную осень Парижа. Я иду сейчас на финал конкурса элит моду лук. И покажу вам, что там будет. Так выглядят люди, которые пишут пост. Очень все серьезно. Это вам не шуточки. Все наебалово, ребята, я вам скажу. Да? Просто взяли. Простите, короче, я не могу. Просто. Сумка, короче, спорта. Сумка, короче, спорта. Сумка, короче, спорта у меня фаза. Пара еще. Ты форсаж. Ты фото делаешь лучше, чем лучше. Я же на таксисте, я же фотографирую. Стабильность это когда ты ешь одну и ту же еду, где бы ты ни находился. В Париже, в Барселоне, в Беларуси салаты это тема. Париж сегодня меня удивляет. Просто весь день солнце. Прям как лето. Я даже иду и мне жарко. Смотрите, ребята, как все происходит. ТПшки. Блин, во Франции, короче, тоже едят гречку. Реально, это гречка. Да, я ненавижу гречку. Как красиво. Да, Инна? Очень. Ты в восторге? Я в восторге. Куда мы идем? В Ангелину за едой? Да. Я похожа на бомжа. Мы идем в Ангелину. Я веду девочек в Ангелину, чтобы купить десерты вкусные. И сзади меня какие-то мужчины. Раскупаем. У меня дежавю. Я тут была два дня назад. Нет, даже вчера я тут была. Как вам мой вчерашний образ? Очень героиновый шик. Героиновый шик? Ну, то есть я как такой торчок, да? Очень-очень. Инна, да? Ты тоже так считаешь? Да. То есть я как бы такая употребляю? Мято. Мято красивое, ребят. Я всем желаю приехать в Париж с любовью вашей жизни. Ну, типа как вот они. Ну, очень красиво. Ну, прям невозможно. Ну, это небо. Судьбу меня простил. Так, Кулки, сворачивай эту дискотеку, блядь, сворачивайся. Не дам, а я тебя не прощу. 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 Продолжение следует...